Добрый вечер, это программа Попутчик в студии Павел Федоров. Сегодня мы обсуждаем в очередной раз автомобильный рынок. И в гостях у нас хорошо знакомы всем лица Олег Досхив и Михаил Пак, наши эксперты, которые на протяжении уже вот нескольких месяцев держат ситуацию под контролем, я имею ввиду автомобильный рынок и, в общем-то, вот этот самый финансовый кризис. Давайте попробуем сегодня рассказать нашим зрителям о том, что же изменилось за те две недели с момента последней нашей встречи. Кто сбросил цены, кто поднял и, в общем, куда весь этот мир, в итоге, в частности, автомобильный, катится. Предлагаю начать вот с какой истории. Некоторые производители в очередной раз объявили о подорожании своих автомобилей. Само собой иностранные производители, ну, на этот раз цены, скачок цены не такой большой, то есть там где-то 2-3 процента. С чем связано? Валюта или что-то еще? Вроде бы никто не покупает, куда же еще завинчивать цены? Все равно повышает. Ну, я думаю, что, в принципе, здесь, наверное, совокупность факторов сыграла. В первую очередь, безусловно, это то, что некоторые, ну, большинство компаний привязали стоимость автомобиля к текущим курсам. И, безусловно, у нас наблюдалось в последнее время продолжение небольшого обесценения рубля, поэтому здесь, в принципе, это повлияло тоже на рост цен на автомобиле. С другой стороны, тоже у нас, ну, скорее всего, была проведена некая корректировка цен с счетом инфляции, которая в России тоже наблюдалась с начала этого года. Но, по большому счету, если не ошибаюсь, то, по-моему, эти цены были все-таки на машины нового 2009 года. То есть, что касается авто 2008 года, то на них, по крайней мере, пока продолжается сезон распродаж, но, безусловно, машины кончаются, и выбор этих автомобилей сейчас ограничен. Ну, эту тему мы сейчас продолжим, а пока что позвольте им большую ремарку. Дело в том, что у нас на связи со студией наши путешественники с автопробега Москва-Тикси-Москва. Это оператор Владимир Гриневич. Ребята вчера были в Чите, потом дернули куда-то дальше. Давайте поинтересуемся, как у них дела, как, в общем, проходит экспедиция, потому что они приближаются к самому интересному экстремальному отрезку пути. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте, Павел, здравствуйте, Михраил, здравствуйте, Олег. Да, действительно, вы правы. Сегодня, точнее, даже на сей момент мы закончили, как говорится, пересекать, как-то по-географически правильно сказано, а, меридианы, да, вот так, меридианы. Завтра начнем уже пересекать широты, потому что мы сейчас находимся в поселке Сковородино. Это на трассе Чита-Хабаровск, и здесь поворот уже на Якутск, то есть завтра выходим строго на север. Но здесь еще пока существует федеральная трасса Лена, М56, вот, и мы по ней сейчас будем двигаться строго на север, ну, это где-то порядка тысячи километров. Знаю по прошлому путешествию, что этот трасс, хоть существует как федеральная, но она без покрытия асфальтного, поэтому она имеет некое грунтовое покрытие, и вот по нему будем передвигаться. Как вообще настроение у команды, как самочувствие? Вот вчера вы были очень приподнятым настроением, потому что на днях встретились с байкальскими амазонками, наверное, отметили это дело, вот, и выехали довольно поздно. Ребята выехали вчера, по-моему, после обеда только. Как сейчас, вот, в связи с тем, что, наверное, будет становиться все холоднее и холоднее, и, главное, все сложнее и сложнее. Вот как настроение в коллективе? Да нет, настроение-то нормально, все прекрасно, то есть все как всегда, едем, меняемся, снимаем по дороге, общаемся по рации, то есть все уже вошло в такое, я бы сказал, даже бытовуху, потому что едем мы уже с 20-го числа, уже сколько там получается, уже больше, около двух недель. Вот, для нас это уже бытовуха, для нас это дом родной машины и так далее. Вот, но сегодня был довольно-таки интересный день, потому что мы сегодня махнули из Читы сковородиной, это 950 километров, вот, и те, кто знает, здесь дорога после Читы начинается гравийная. Вот, и хочется заметить... Стекла целы, Володь? Стекла-то целы? На машине? Колеса-то? Стекла, стекла. Ну, а, стекла, извиняюсь, не расслышал, потому что связь может быть плохая. Не, стекла замечательные, зато есть два колеса пробитых, и это нормально, для этой дороги это абсолютно нормальная ситуация. Я бы сказал, даже из трех машин два пробитых колеса, ну, так, не порезы, просто проколы. Это нормально. Вот, завтра мы на шиномонтаже их восстанавливаем и двигаемся дальше. Вот, но хочется порадоваться именно за эту трассу, потому что я по ней еду уже третий раз в своей жизни. Вот, и есть с чем сравнить. Резко увеличилось количество участков именно асфальтированных. Резко увеличилось. Трасса строится, трасса работает, вот, и это надо отдать должное строителям, рабочим, которые здесь трудятся. Владимир, скажи, пожалуйста, а вот сейчас, несмотря на кризис, какие-то работы идут, или вот видно, что стройки забросили, вот, восстановление этой трассы, точнее, строительство, или все-таки, несмотря на кризис, жизнь кипит? Ну, я, к сожалению, некомпетентно сравнивать, как было тогда и как сейчас, просто тогда шли больше горные работы, то есть резались сопки для того, чтобы трасса не имела резких подъемов и спусков, да, вот. Сейчас это уже все сделано, и сейчас в основном работают, вот, везде шныряют вот эти китайские грузовички с логотипчиком Мерседеса. Я не знаю, что это за марка китайская такая, но они везде шныряют и развозят, вот, щебень и трассу, причем очень профессионально готовят, потому что после спусков будут, очень часто нам попадались уже практически готовые вот эти, вот, знаете, тормозные заезды вертикальные, ну, не вертикальные, наверх, то есть аварийный такой тормоз для грузовиков, если вдруг не откажут тормоза, он сворачивает и оттормаживается, вот, поднимаясь наверх. То есть трасса очень профессионально строится с обгонниками, со знаками и все, что угодно. Спасибо большое, Володя. Ну, удачи вам там дальше, держитесь, теперь только на север, одевайтесь теплее. Все, счастливо. Я напоминаю, что с нами на связи был оператор Владимир Гриневич, который участвует в пробеге Москва, Тикси-Москва, который проходит в данный момент. Люди едут на стандартных внедорожниках без какой-либо подготовки, причем это Мерседесы с дизельными двигателями, что особо важно в условиях, в общем-то, севера. Посмотрим, как пройдут это испытания люди, машины и, в общем-то, будем продолжать следить за этой экспедицией. Я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, у нас есть для тех, кто звонит и задает свои вопросы, вот такие сувениры, это набор фирменных часов Автоплюс. Каждую неделю по понедельникам мы один комплект отдаем людям, которые задали самый интересный вопрос недели, поэтому звоните к нам в редакцию, звонки абсолютно бесплатные, из Москвы, плюс межгород, или же оставляйте свои сообщения на нашем интернет-портале в виде смс. Они также прозвучат в эфире, но здесь услуга платная, внимательно почитайте внизу экрана, сколько это вам будет стоить. Давайте продолжим, наконец, нашу беседу злободневную. Что происходит сейчас с ценами машин? Есть какие-то свежие данные, вот в каких-то необычных явлениях на рынке? Какие-то необычные цены, что-то подешевело, что-то подорожало. Вот главный вопрос, уже приходит первый смс, давайте начнем с этого. Остались ли еще вот эти самые машины 2008 года, которые заманчиво недорогие, вот, и которые можно еще выгодно урвать, или уже все, лавочка прикрыта? Олег, ваша информация. Да? Машин много еще 2008 года. Я думаю, что хватит для некоторых производителей до осени 2009 года. До вышла? То есть можно не торопиться? Да, абсолютно. Все так же на эти машины будут хорошие ценовые предложения. Правда, выбор уже нельзя будет сделать там столь привлекательный, наверное, как можно было сделать там осенью, когда начиналось все, и даже в начале этого года. То есть понятно, что самые лучшие машины, бренды и модели, они уходят быстрее. То есть сливки уже сняли? Ну да, но как бы есть еще производители, которые достаточно интересные вещи предлагают. Там, опять же, Женевский салон стартовал сегодня. Соответственно, будут новинки, будут новинки мировые премьеры, которые появятся уже в этом году в России. Вот по этим автомобилям, которые придут, будут менять те машины, которые сейчас стоят, будут хорошие предложения там в течение года, я так думаю. А вообще тенденция, и присоединюсь к Михаилу по первому вопросу, такова, что, к сожалению, неизбежно в течение года и в рублях, и в долларах, и в евро цены будут расти на машине. То есть несмотря на то, что никто их все-таки не покупает, вот в нужном количестве, нужном авторынку, автопроизводителям кризис есть, они ищут новые кредиты, пытаются как-то расплатиться, выживать, цены скидывать никто не собирается. По большому счету сейчас большинство автодилеров, автоконцернов, они придерживаются такой стратегии, что лучше меньше продать, но надо дорого остаться при адекватных уровнях прибыльности, потому что непонятно, как для себя рынок будет дальше себя чувствовать, и поэтому сейчас все стараются снизить производство, и, соответственно, пока цены не снижать. И, по большому счету, пока они будут придерживаться этой стратегии, снижение цен вряд ли стоит ожидать. Давайте продолжим чуть позже наш разговор. У нас есть уже первый телезритель на проводе. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это из Ставрополя, Геннадий Николаевич. Да-да-да, слушаем вас. Ага. Я хочу задать вам вопрос по автомобилю Нива 2113. Значит, его в июле где-то хотят моделизировать, там панели изменить и поставить, вместо карданных лавов, значит, заменить наш руч. Вот какая, значит, когда это будет и какая приблизительная цена, потому что неизвестно все это. И еще минутку, то есть секунду. Таможню, значит, увели большие, пошлиные. И в то же время наши автомобили повышают. Это смысл в чем? Это получается отсутствует. Уже хотя бы, если хотели меня свои сберут, чтобы люди покупали, хотя бы в этой цене определили. Ну, как-то получается не серьезно. Спасибо большое. Спасибо вам большое за два вот этих вопроса. Ну, давайте обсудим первый. Нива, я, наверное, имел в виду Lada 4x4, как сейчас называется этот автомобиль, да? К сожалению, не очень понял, как это карданы заменить на шрусы. Вот. Сложный вопрос. То есть карданы убрать вообще оставить только шрусы? То есть, в общем, немножко технический вопрос не понял. Я так понимаю, что должно остаться, в принципе, и то, и другое на автомобиле. То есть, как это карданы заменить на шрусы? Не очень мне понятно. Тем не менее, какие изменения вот этой машины, уже легендарного автомобиля, который, мы помним, снимали с производства после некоторого конфликта с GM, да, по поводу того, что нужно было за счет снятия вот с конвейера старой проверенной временой Нивы привлечь покупателя к шевине, к новому, более дорогому автомобилю. Тем не менее, потом, после вмешательства антимонопольного комитета, все-таки машину возобновили, ее производство уже под именем «Лада 4х4». И, в общем-то, этот автомобиль, один из многих, по моему личному мнению, и, в общем-то, пользователи, автолюбители поддерживают. Действительно, такой качественный российский автомобиль в том плане, что очень такая гениальная, качественная, грамотная конструкция, которая не меняется. И, пожалуй, и слава богу, потому что в этом плане как бы залог ее надежности и простоты. Что там готовит вообще к лету? Олег, вы в курсе? Да, но дело в том, что, я думаю, все вещи, которые сейчас мы можем говорить как о новинках, либо об изменениях, они сейчас существенным образом корректируются, и в том числе по Ниве. Я думаю, что сейчас будут появляться как раз не какие-то продвинутые версии того или иного автомобиля, а какие-то упрощенные версии, которые позволяют снизить его стоимость. Потому что на текущем рынке все модернизации, опытно-конструкторские работы, которые до этого велись, они, конечно же, сейчас существенно корректируются в сторону упрощения. То есть вы думаете, что автомобиль без карданов – это реально? Кардан – человек должен пойти в магазин и сам купить машину, зато будет дешевле. Как это было, помните, с москвичом, приходили автомобили без полосей, например, человек мог купить машину недоукомплектованную, значительно дешевле, без очереди. Вот это имейте в виду – Нива без карданов. Нет, нет, Нива без карданов никак. Это вот то, что заявлял ГАЗ по Газели, когда они хотят сделать стоимость там в 6 тысяч долларов. А реально вообще, кстати? Я думаю, что нет. Ну, можно, наверное, постараться, но как это, там, без гидроусилителя, например, и без электроники, та, которая хоть какую-то надежность за счет того, что она импортная давала ГАЗели. А ГАЗель – это коммерческий автомобиль, задача которого работать все время и приносить прибыль. Без гидроусилителя руля полторы-две тонны, собственно говоря, плюс к там 2-2,5 тоннам самой ГАЗели. Но это достаточно сложно будет человеку, наверное, управлять этим автомобилем. С другой стороны, они все время летели. Даже вот и американские старые гидроусилители – это беда. Все ГАЗели, кто ездит, знают. В общем-то, многие, ну, полетел он там в пятый раз, плюнули это дело и поехали. То есть, в принципе, наверное, это не беда. А с другой стороны, коммерческий автотранспорт, таможенные пошлины подскочили, по-моему, аж на 25%. Соответственно, конкурентов-то у ГАЗели. И вот у такого транспорта все меньше и меньше. Я не представляю, как можно в таких ситуациях, собственно говоря, когда реально даже отечественный товар должен дорожать из-за инфляции, снизить стоимость там на 30-40% автомобиля. Потому что сейчас это где-то район 10 тысяч, там 9 и выше. А если это 6, то это существенно. Я не вижу вариантов. Это заявление больше похоже на какое-то, не знаю, пиар, заявление, что мы вот хотим сделать дешевый автомобиль. Геннадий Николаевич правильно сказал про пошлины. Абсолютно непонятный шаг. То есть, как бы, с одной стороны, есть список, который мы знаем, который собираются правительство поддерживать. Давайте мы к нему вернемся чуть позже, обсудим отдельные темы. С другой стороны, идет повышение на, опять же, те машины, которые никак не подразумевались. То есть, специально делают все для того, чтобы продавали больше отечественных автомобилей. А сами концерны делают все для того, чтобы так же, как импортные марки, идти куда-то вверх по цене. Я не понял. Давайте послушаем еще один мнение еще одного телезрителя. Возможно, он разделяет вашу точку. А мне подсказывают, что звоночек сорвался. Ну что ж, давайте продолжим беседу. Я бы хотел еще добавить немножко по поводу «Газели». В принципе, я согласен с Олегом полностью, потому что я абсолютно уверен, что нельзя сделать так, чтобы все «Газели» продавались по 6 тысяч долларов. Возможно, это будет некая партия такая, которая реально нужна людям, которые, в принципе, вот у тебя ось, вот у тебя автомобиль, без сидений, к примеру, я его тренирую. А, соответственно, которые будут просто покупать его для каких-то своих целей. Возможно, они сами будут его докуплетовать. Ну да, кстати, вы знаете, была же такая версия у них раньше. То есть покупаешь «Газель», это грузовой автомобиль, только передний ряд сидений, то есть водительский, и рядом еще два вот таких, как маршрутки. Сзади у тебя пустой кузов, но машина считается грузовой, и, в принципе, дальше уже делаешь, что хочешь. То есть у них такие варианты уже были. Да, недорогая, вот супербазовая. В любом случае, то есть говорить о том, чтобы массово все «Газели», которые будут выпускать группа «Газ», продавались по 6 тысяч долларов, я думаю, что это нереально. Безусловно, какой-то процент автомобилей будет продаваться по этой цене, то есть за счет полной минимизации использования автокомпонентов и замены их более дешевыми, и, соответственно, тогда вот, то есть да, какой-то процент, процентов 10, наверное, всех «Газели», может, ну, даже меньше продаваться по этой цене. Но в большей степени вряд ли стоит ожидать снижения цены на «Газели», больше, чем на 15-20%, то это, я думаю, это максимум, на что можно рассчитывать. А что вообще с «Газом» сейчас происходит? Ну, мы знаем, что у них очень такой был серьезный проект «Сайпер», да, то есть вот сейчас уже должны полным ходом, вот если бы все шло по плану, полным ходом должны идти продажи этого автомобиля. Вложено безумное количество денег, то есть и сделано, надо сказать, несмотря на то, что многие задавали вопрос еще тогда, зачем покупать морально устаревший автомобиль, тем не менее «Газовцы» переместили целый завод, отработали, наладили, то есть, ну, вот сработали четко вот в плане всей технологии, вот всей работы проделаны, действительно, безумная работа, и там и маркетинг, ну, все, в общем, в целом неплохо. Что сейчас вот с этим проектом? Можно сказать, что они просто попали, к сожалению, не вовремя, то есть запустили этот проект, как раз, если не ошибаюсь, первые «Волги» стали «Сайберы» производиться где-то начиная с августа, и как раз с сентября, октябрь, когда пошло основное снижение продаж автомобилей в России. И с учетом того, что цены на автомобиль, на «Волгу», они, ну, сразу, это явно небюджетный автомобиль, и действительно компания сейчас вот столкнулась с колоссальным падением спроса на автомобиль, но, если я не ошибаюсь, продажи снизились в декабре где-то процентов на 50. Это катастрофа. Это вообще-то, наверное, катастрофа. Ну, в принципе, у всех они так снизились, но дело в том, что новое производство, необходимо выпускать, там, ну, минимум 15 тысяч автомобилей в год, чтобы хотя бы выйти на уровень окупаемости, в течение ближайших трех лет, к примеру. Такого спроса, к сожалению, сейчас на этот автомобиль нет. И вот реально сейчас ходит информация о том, что, возможно, в перспективе все-таки группе «ГАЗ» придется остановить это производство, закрыть. Но пока, скорее всего, это будет некая заморозка этого проекта. До лучших времен, когда действительно компания увидит, что спрос на эту «Волгу» растет. Ну, даже, например, госзаказ, который, возможно, может быть сформирован в России... То есть чиновников пересадить, да. Да, даже если, я думаю, что и этого заказа не хватит для того, чтобы поддержать именно хорошие продажи этого автомобиля. Здесь надо заметить, какие молодцы американцы, которые вот так вот вовремя подсуетились и затеяли продажи этого завода. То есть вот накануне кризиса очень неплохо, так сказать, заработали. Мне подскажут, что у нас был звоночек, но, по-моему, у нас опять он сорвался. А, алло, прошу прощения, у нас есть кто-то на связи. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я вот хотел бы узнать по поводу Гранд-Чероки 2.7 дизель. Как он там в себе лучше, чем остальные дорожники? Вас интересует цена или качество? Качество. Там мерседесский движок стоит. И вот хотелось бы узнать по поводу, как вот она как бы, ну... Скажите, пожалуйста, вы сейчас собираетесь приобрести автомобиль вот в данных условиях экономических, именно вложиться в эту машину? Просто мерседес очень дорогой сам по себе, как автомобиль. А вот 2.7 дизеля, вот хотелось бы узнать по этому двигателю, и как он в этой машине себя ведет? Спасибо за вопрос. Вот сразу ваше мнение, Олег, наверное, вам как эксперту автомобильным более. Вложение в настоящее время мы обсуждали уже несколько программ, в какую машину лучше вложиться. Сразу скажем, не самый дешевый автомобиль, в принципе, да? Вот насколько он потеряет потом в цене? А потом давайте и про дизель немножечко расскажем. Вот как вы считаете, вложиться сейчас, в такое непростое время, в черка, это как нормально? Ну, я понимаю, конечно, что хочется большого автомобиля, дизельного, правильного. Где-то когда-то родственника концерна Daimler. Но, по-моему, сейчас Chrysler и Jeep, собственно говоря, две компании, точнее, одна компания, два бренда, которые не лучшие времена переживают, и что будет в ближайшее время, с ними непонятно. Предложения ценовые сейчас хорошие на многие машины. Достаточно в дорогом сегменте, это скидки достигают там 600 даже тысяч рублей на машины премиум-сегмента, там по Land Rover, по Range Rover есть предложения такие. Я бы не стал сейчас, наверное, рассматривать именно этот концерн, потому что судьба его, наверное, из большой тройки под самым большим вопросом. Понятно. Ну, кстати, тем не менее, от себя добавлю, что вот именно эта версия автомобиля с дизелем ведет себя неплохо. Их уже много на наших российских дорогах. Если мы помним предыдущее поколение с бензинными моторами, это вот такие наклейки, еще популярны были одно время, это неприличное слово четырех букв, а потом что-то про экономию топлива. Вот, в общем-то, клеили в основном именно на эти вот, на Grand Cherokee, на просто Cherokee. То, что касается этого дизеля, при таком нормальном моменте, хорошем приеме, все-таки движок довольно экономический, экономичный. Но все остальные, собственно, комментарии остаются в силе. Действительно, сейчас надо думать, если вы покупаете автомобиль, как его потом обслуживать, эксплуатировать, поскольку, как мы уже с вами говорили, наверное, покупка на ближайшие несколько лет, а не на год или два. Потому что неизвестно, что будет дальше. Ну, это новый автомобиль, его нужно обслуживать, конечно же, у официального дилера, потому что ряд электронных систем последних поколений не позволяют качественно его обслуживать у неофициальных дилеров. А что будет, Павел абсолютно прав, и я соглашусь, с сетью в ближайшее время непонятно. Тем не менее, у нас сейчас происходят непонятные какие-то движения на нашем российском рынке. Если вы помните, дорогие зрители, мы в прошлую нашу встречу с коллегами сделали несколько интересных звонков, которые дали неожиданные результаты российским дилерам. Вот кто что предлагает? Мы попытаемся сегодня повторить этот эксперимент, дозвонимся нескольким продавцам, предлагаем начать, собственно, с японских производителей, с тойотовских дилеров, и выяснить, в частности, непонятную ситуацию с поделением цен на Camry. Популярная машина, и какой-то парадокс наблюдается, что в настоящее время у некоторых дилеров есть предложение на Camry, которое ниже, чем на Toyota Avensis, хотя машина-то изначально классом-то пониже будет. Вот что это за парадокс? Давайте попробуем выяснить в каком-нибудь из дилерских центров. Пока что мне сообщают, что дозвониться до этих дилеров не получается. Ну, будем ждать звоночка. Как только ответят, мы постараемся с ними пообщаться. А что за парадоксальная такая ситуация? Как это может быть? Вот вроде бы изначально машина дороже, и вдруг раз, и цена на нее так сбрасывается. Ну, тут нужно конкретную машину рассматривать. Camry, Avensis. Вот сейчас будем выяснять, что у дилеров. Вот выпуска тоже, соответственно, нужно будет понять, на какой год выпуск распространяется это. И может быть там какая-то базовая комплектация, там, 2007-го года, грубо говоря, ниже, чем стоит, чем текущая Avensis. А Avensis не секрет, что новый кузов? То есть, как бы, вот здесь вот может быть как раз старый и новый кузов. Toyota один из брендов, который всегда заблаговременно распродает предыдущий кузов. То есть, они в тот момент, когда переходит модельный ряд, даже месяц там, 3-4, дают период, ну, на том рынке, который был, всем дилерам продать запасы предыдущего кузова. Чтобы в один и тот же момент времени не продавались 2 автомобиля с одинаковыми названиями, но даже не год там различался, а кузов. Соответственно, у них были определенные склады по Avensis старого кузова, а на подходе новый его нужно продать. И у них есть Toyota Camry, которые собираются здесь. Политически они цену старались удержать этого автомобиля. То есть, Toyota дорожала одной из первых. Во-первых, они перешли в долларовую зону вместе с Mitsubishi, остальные все все-таки привязаны к рублю. Во-вторых, еще в прошлом году, в декабре, там, опять же, вместе с Mitsubishi, они первые подняли цены на автомобили. И, собственно говоря, это сказалось на спросе. И здесь вот возможно то, что они как раз... У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас сейчас есть еще предложение по машине Camry. Не переведу важно. По делу продажа вас проконсультирует. Вставайте на линии. Спасибо. Ну, мы сейчас увидим этот вопрос. Да-да. Как раз надо спросить. Вы меня поправляйте, что-то буду недостаточно четко спрашивать, чтобы нам взять полную информацию. Так а как так? Они поймут, что мы втроем звоним. Москомфреском. Принимаем решение. Корпоративный заказ. Корпоративный заказ. Нам нужно много автомобилей. Мы будем беззвести. Музыка приятная, но вот что-то никто не хочет общаться. Ну, это бывает. Это бывает сейчас, потому что нагрузка. Привоза ждания в данный момент. Если стали в связи, вы можете перезвонить или оставить ваши данные? Как вам будет удобнее? Да мы, наверное, перезвоним. Спасибо большое. А через сколько можно перезвонить? До 9 часов мы работаем. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Вы видите, кризис. Полдевятого вечера. Вечера люди еще на местах. Готовы предоставить информацию об автомобиле. Мы обязательно перезвоним. Попробуем выяснить всю интересующую нас информацию. Нам приходит первое смс-сообщение. Вопрос по Toyota FJ Cruiser. Ваше мнение и совет, брать или не брать? Очень такой необычный. А, вопрос, кстати, из Казахстана. Вот тут-то как раз вся эта сложность. Я не знаю, официально продается эта машина в Казахстане или нет. Но на нашем рынке он не представлен. Да, наверное, в Казахстане тоже не представлен. Сотрудняюсь. То есть, скорее всего, речь об американской машине, купленной через аукцион. В общем-то, автомобиль действительно такой замечательный, брутальный и по характеристикам хороший. Сложно что-то посоветовать. А вообще, вложение сейчас вот в такие бушные машины, у них там в Казахстане, наверное, с пошлиными нет такого безобразия, как у нас. Там, наверное, попроще. Вот смысл это имеет сейчас или нет? Вложиться в такой автомобиль, который с аукциона бушный. Я думаю, что, по крайней мере, можно подождать, потому что, если посмотреть на американский рынок, то действительно продажа автомобилей... Я могу вам помочь. Алло, здравствуйте. Я вас слышу, говорите, пожалуйста. Добрый день, не подскажете, вот по горячим предложениям на ваши автомобили Toyota, интересует Toyota Camry, есть какие-то выгодные варианты? По данному вопросу вас проконсультируют специалисты за дело продажи. Уточните, пожалуйста, вы к нам в центр первый раз обращаетесь? Да, первый раз. Откуда узнали в нашем центре? Из интернета. Благодарим вас за ваши ответы, оставайтесь, пожалуйста, на линии, мы переводим ваш звонок в отдел продаж. Спасибо. Сейчас можно продолжать. Музика похожа, у них у всех дилеров такая мелодия, что ли? Видимо, корпоративный тест выставили в одной и той же компании. Все понятно. Ну так вот, в принципе, сейчас, если посмотреть на продажи в Соединенных Штатах, то как раз сегодня должна была выйти статистика, и она, на самом деле, удручающая. То есть уровень продаж упал на уровень 1981 года, да? Я думаю, что там, ну, по интернету гуляют фотографии всех этих машин, которые скопились на складах, на площадках дилеров, в портах. Я думаю, что, по крайней мере, можно будет подождать. И я думаю, что на аукционах в Штатах тоже будут предлагаться очень неплохие условия по продажам. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, интересует Toyota Camry. Вот есть какие-то выгодные предложения на машины прошлого года? Простите, как вас зовут? Павел. Павел, очень приятно. Вы для себя, для кого ты интересуешься автомобиль? Для себя. Основились на бизнес-классе, то есть именно Camry интересует, да? Да нет, вы знаете, вот я сейчас в растерянности, потому что смотрю по информации по интернету, и получается, что сейчас даже Aventis, получается, что стоит дороже Toyota Aventis, чем Toyota Camry, хотя вроде как классом-то пониже она будет. Ну, сейчас такая есть парадоксальная ситуация, действительно. На Camry очень хорошие скидки. Вы свой старый автомобиль хотите поменять или просто новый? Нет, просто купить новый автомобиль. Но вот объясните, в чем парадокс, потому что действительно Aventis дорогой очень. Это новая машина нового модельного ряда или это все-таки старый автомобиль? Нет, это пока старый автомобиль. В Aventis очень много комплектаций различных. Ну, сейчас, да, на самом деле есть такая парадоксальная ситуация, что Aventis и Camry один порядок цен. Поэтому вот сейчас Aventis предпочитает, в общем-то, Camry покупать. То есть стоит брать Camry. А какие комплектации есть в наличии, вот чтобы забрать можно было? Так, в наличии. У вас механическая, автоматическая робота. Ну, хотелось бы автомат. На автомате сейчас я посмотрю, что я могу в наличии предложить. Так. С автомобилем знакомы? Может быть, ездили или у знакомых он ездит? Да, немного знакомы. Ясно. Так, ну, я вам могу по наличию предложить. На самом деле машин совсем немного. Комплектации они все либо элегант. Ну, вот есть одна комплектация Comfort Plus. Это велюр с салоном на автомате. Они все золотистого цвета в бежевом салон. То есть вариантов по цветам больше никаких? Да, я смотрю. Ну, у нас есть машина сейчас на складе ЦМР центральном. Срок поставки, в принципе, достаточно небольшой. Две, максимум три недели. А может быть, даже раньше. У меня некоторым клиентам и через неделю машина пришла. А, ну, то есть это не в наличии на складе. Нельзя подъехать и забрать. То есть две-три недели ожидания. Да, да, да. А по наличию вот бежевый салон. Вам не нравится такой? А сколько стоит? Вот вопрос цены очень интересует. Ну, вот, допустим, комплектации Comfort Plus. А для вас принципиальный кожный велюровый салон. Ну, хотелось бы, конечно, кожный. Но если доступнее велюр, пойдет и велюр. Ясно. Так. Секундочку. С велюром салона машина будет стоить 989 тысяч. Так. А вот в сравнении с Savensis, сколько это получается? Вот насколько дешевле? Здесь, на самом деле, трудно сравнить, потому что авенец в базовых комплектациях там все попроще гораздо. А Camry, она чем выгодно отвечает, потому что у нее уже в базовой комплектации почти все есть. В том числе и парковочный датчик передний и задний, и литые диски. Все есть. Поэтому, если сравнить с комплектацией, то здесь авенец, наверное, только в самой полной комплектации можно сравнить. Понятно. Скажите, а сколько еще действует вот это предложение на вот эти автомобили? Вот сколько еще можно подумать, подождать? Неделю? Оно действует до 15 марта, но ограничено. количество машин. И машин уже очень мало осталось. Понятно. Вот сейчас выбор по цветам. Одна-две машины. Вот такой вот. Расторг. Ну, спасибо большое. Спасибо большое. Я подумаю тогда и буду вам перезванивать. Спасибо большое. Давайте, пожалуйста, обменяемся контактными телефонами. Может быть, бывает суть, что в наличии появляются автомобили. Кто-то там отказывается, кредит не дает. Ну, да нет, спасибо. Не буду рисковать оставлять телефон. Я вам перезвоню попозже. У меня ваш телефон есть. Спасибо. Ну, опять, смотрите, какая ситуация. Если помните, мы неделю назад нам с такой же настойчивостью предлагали «Ладу Калина». То есть просили перезвонить вечером, оставляли мобильный телефон Toyota Camry. По цене, как мы выяснили, уже действительно гораздо ниже, чем та, по которой предлагалась машина раньше. И такое же настойчивое, я бы не поясняю этого термина, впаривание автомобиля буквально, да? То есть, несмотря на то, что, как сознался менеджер, ожидание 2-3 недели, автомобиль есть в наличии, приезжайте, забирайте, давайте телефон, только купите эту машину. Чем это можно как бы объяснить? Да, Camry очень востребованный продукт на российском рынке. Просто их у них много? Да, совершенно верно. Авенсисов, наверное, в меньшей степени на складах сейчас имеется. И компания реально видит у себя складские запаски, видит спрос. У них централизованная база с дилерами. Они видят как бы и по Москве, и во всех регионах, что происходит. То есть 2-3 недели это просто перекинут из региона? Нет, это, скорее всего, все-таки те машины, о которых говорил менеджер, нужно привезти из Финляндии, наверное. Потому что 2-3 недели по России, я не представляю, чтобы в рамках регионов перебрасывали. Скорее всего, где-то они стоят, собственно говоря, на складах. Но они уже растаможенные? Если за пределами Российской Федерации, то нет. Просто если по этим ценам автомобили, они не растаможенные, что тут не складывается? Нет, цена-то может быть. То есть они знают стоимость растаможки, стоимость доставки. Дело в том, что сейчас все производители практически, особенно японских автомобилей, уже имеют либо минимальную маржу и прибыль, либо ее совсем не имеют. Дилер имеет еще там чисто технически, собственно говоря, с точки зрения даже бухгалтерского учета больше маржу, там в районе 5-10 тысяч рублей от силы. Сейчас основная задача разгрузить склады, чтобы перейти в 2009 год. А 2008 года по всем производителям, кто в топе был, там 10, наверное, точно, в топ-10, кто входил, кто продавал объемами там 150-200 тысяч машин, у них 10, 20, 30, 40 тысячные склады скопились. Это, в общем-то, небольшие склады, в общем-то, небольшие. То есть там по некоторым брендам это, допустим, там 3-3,5 месяца продаж годовых. Но, учитывая ситуацию сложную на рынке и падение спроса, это существенные склады. Поэтому, собственно говоря, они сейчас стимулируют спрос на те машины, которые им важно сейчас продать. Понятно. У нас есть телезритель на проводе, давайте выслушаем его мнение. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, слушаем вас. Добрый вечер еще раз. У меня такой вопрос по поводу автомобиля, что вы можете сказать? Какие плюсы, какие минусы? Двигатель 1.4. Вы собираетесь сейчас приобретать, вот в данный момент? Значит, засту такую ситуацию. Автомобиль заказал 7 сентября. Обещали поставить 1 февраля. Вот уже прошло, уже месяц прошел, никто мне не может объяснить, в чем проблема, почему машины нет до сих пор. И не знаю, когда она будет. Машину реально готовы люди брать, но их нет, и никто не может их предоставить. Понимаете, какая проблема? А как объясняют ваши дилеры, где вы находитесь? Вот с каким дилером вы имеете дело? Ставропольский край. Еще раз, где? А где-где, простите? Ставропольский край. Ставропольский край? Да. А что говорят в дилерском центре? То есть, как объясняют задержку? Сначала говорили, что это по вине завода-изготовителя, потом начали говорить, что это связь с таможенными, что повышение таможенных пошлин. В общем, говорят все, что угодно, но толком никто ничего не может мне объяснить. Спасибо большое. Ну, давайте попробуем выяснить, что же это может быть. Вот General Motors, да, в общем-то, такой крупный американский концерн. Казалось бы, машина-то 1-4 довольно бюджетный такой вариант, который пользовался спросом. Ну, до кризиса точно сейчас, наверное, на него спрос-то падает, и машина где-то вот на этих складах, о которых мы сейчас говорили, ну, по идее, должны быть. Вот что может быть в данной ситуации происходить? Проблема у дилера или все-таки проблема у производителя? Здесь тоже однозначно ответа трудно дать, потому что, ну, возможно, у GM, который сейчас находится в очень трудном финансовом состоянии, были проблемы, то есть на своем заводе. Но, с другой стороны, здесь тоже и в российские автодилеры, автодилеры сейчас столкнулись с достаточно большими проблемами, поскольку большинство из них, когда заключили вот эти дистрибьюторские соглашения, по крайней мере, они подписывались на то, что они будут, например, расширять свою сетку продаж автомобиля, построить новые центры, они взяли кредиты, соответственно, по ним сейчас нужно расплачиваться, продажи падают, им нечем расплачиваться, возможно, просто как раз дилер не смог выкупить этот автомобиль, как вариант, к примеру, да, и получается такая ситуация, что он, например, откладывал этот момент покупки этих автомобилей у, соответственно, GM, и как раз сейчас в связи с кризисом, возможно, приостановил свои планы. Ну, здесь тоже необходимо значить, что за дилер. Надо было выяснить, была ли предоплата взята за этот автомобиль. Если, как бы, да, то, в общем, ситуация... Чуть-чуть дополню, Михаила. Дело в том, что, действительно, именно Chevrolet, Aveo, Lachete с автоматической коробкой передач, например, сейчас тяжело купить. Это к тому, опять же, что есть автомобили 2008 года, которые нужно продавать. Производитель с сентября месяца и дилер немножко заказы приостановил. В октябре, в ноябре совсем приостановил. Поэтому планов на текущий год по закупкам новых машин нету. Нужно продать то, что есть. В связи с этим складывается ситуация, что, действительно, какие-то машины, вот как Toyota Camry, например, есть, и, по-видимому, в большом количестве их нужно продавать. Например, тот же Aveo сейчас испытывает проблемы с поставками, потому что тогда, когда его нужно было заказать, чтобы он пришел 1 февраля, это не сделали. Плюс ко всему, наслоилась, наверное, и техническая причина. В ноябре-декабре физически не было места на всех складах, которые... Все было занято другими автомобилями. Да, да. Соответственно, это сдвинуло поставки. Производитель не будет туда перевозить автомобиль, если там нет места, заведомо это известно. То есть, как бы, хранение достаточно дорогостоящая вещь. Поэтому пока, опять же, не расчистятся те склады 2008 года, они не могут просто физически там поставить сначала в Финляндию, потом перевезти машину сюда. В общем-то, человек в такой, заложник в такой непростой ситуации. Давайте почитаем немножко наше СМС-сообщение. Очень такой интересный вопрос из Лугоградской области. А как дела на автовазе в связи с кризисом? И как в будущем с ценами? Тема очень интересная, потому что недавно обнародовали, в общем-то, такой бюджет, который планирует потратить автоваз на участие гоночной команды в мировом турингом чемпионате WTCC, с импортным гонщиком. По-моему, речь идет о каких-то миллионах евро. Два с половиной, если не ошибаюсь. Может быть, больше. В общем, даже был некий скандал в прессе, потому что понятно, что деньги, которые получает автоваз, он первый в списке тех, кто получит поддержку государства. Вот о том списке, о котором мы сейчас еще с вами поговорим. И он вкладывает эти деньги не в доведение до ума своих автомобилей, на разработку каких-то новых программ, продуктов, чтобы сделать свои машины дешевле, а, получается, тратит их на, я так понимаю, на продвижение своего товара в Европе. То есть вот что из-за того, что это десятка поедет в туринге, пускай за рулем отличный пилот, и спортивную машину доведут до ума на автовазе, они в спортивную машину не умеют делать с этим, никто не спорит. Но, тем не менее, правильно ли это вообще, на ваш взгляд, такой шаг российского производителя, который вкладывает таким образом деньги? Как вы считаете, как специалиста? Вот лично мне эта ситуация не совсем понятна, да, потому что если посмотреть на автоваз, на последние новости, которые связаны с этой компанией, в первую очередь то, что у компании скопился, ну, из разной оценки, порядка 15 миллиардов рублей долг только перед поставщиками комплектующих. Помимо прочего, эта компания говорит, что ей сейчас необходимо финансирование со стороны государства. Изначально она рассчитывала привлечь порядка 24 миллиардов рублей к госгарантии, сейчас она рассчитывает только на 10, просто потому что планку снизили. И мы видим, что продажи автомобилей снижаются, и компания сейчас сама работает в укороченном режиме. По-прежнему достаточно высокий запас автомобилей на складах компании, и каких-то проблесков не видно. То есть нет основания говорить о том, что автомобили будут продаваться. Мы, наверное, поговорим в список тех автомобилей, которые будут субсидировать государство, кредиты. По большому счету, участие автоваза в подобных мероприятиях и тратив на это 2,5 миллиона евро, на мой взгляд, это не совсем обосновано. То есть если бы мы были в совершенно других условиях, когда продажи автоваза, например, росли... То есть два года назад, или полтора, допустим. Они, на самом деле, да, давно не росли, по крайней мере. То, безусловно, когда автоваз позиционирует себя как одна из крупнейших мировых компаний, которая рекламирует себя на европейских рынках, да. И другой момент, когда бы у нас была тоже продукция, которую мы могли бы с достоинством вставлять где-то и в Европе, тогда понятно, что наше участие в подобных мероприятиях. Но лично сейчас, в текущих рыночных условиях, на мой взгляд, это не совсем оправданное решение. По крайней мере, эти деньги можно было бы пустить на кредитование покупателей автомобилей здесь, в России. По крайней мере, за эти деньги можно было бы простимулировать продажи. Это те же самые хлад, но на российском рынке, к примеру. Понятно. Олег, ваше мнение? Согласен с Михаилом. Дело в том, что будем считать это ошибкой руководства «АвтоВАЗа», в то время как основные концерны-производители уходят из чемпионатов. Что такое чемпионат мира? Паралли, например, для концерна «Сузуки» — «Субару». Это имидж, это история, это, собственно говоря, львиная доля аудитории фанатов, которые просто покупают ту же «Импрезу» в боевой раскраске, потому что на ней ездит Сольберг, побеждает, и, соответственно, уход вот именно из таких направлений — это, собственно говоря, шаг, который говорит о том, что вот, ребята, действительно очень тяжело. То есть затянули пояса по-настоящему? Да. Формула-1 то же самое. Как бы принимает руководство решение о том, чтобы помогать командам, финансировать производителей и их команды, чтобы смягчать как-то варианты участия, чтобы двигатель использовать там большее количество, более длительно, чтобы покрышек меньшее количество. Собственно говоря, делают какие-то регламенты, которые с учетом ситуации позволяют действительно сохранить все-таки эти вещи, но, к сожалению, не очень-то удается. Я бы понял маркетологов Автоваза и руководства, которое приняло решение такое, если бы действительно, как говорит Михаил, не было бы никаких долгов перед поставщиками. Вам машину уже не на что делать, вам не отгружают запчасти комплектующие. Вы должны уйму денег по рекламным кампаниям 2008 года, вы не рассчитываетесь. Идет поддержка и помощь. Вы участвуете в том чемпионате, который, в принципе, не нужен Автовазу, потому что, во-первых, там ничего существенно они не достигнут, даже, как бы, если бы там шумахер, наверное, грубо говоря, сядет за роль, будет очень тяжело. Во-вторых, а зачем? Это с точки зрения маркетинга задача повышения узнаваемости бренда. Если вы найдете человека, который хоть немножко что-то понимает в автомобилях или потенциально собирается покупать, который не знает бренда Lada, в России, например, то я не знаю тогда, что это такое. То есть на нашем рынке бренд этот знают там близко, наверное, к 90-99 процентам. Не всегда с хорошей стороны, наверное. На западном рынке, конечно, его знают в меньшей степени, в основном, наверное, благодаря передачам Top Gear, которые демонстрируют, собственно говоря, уродство нашего автопрома на примере, там, допустим, нашей Калины. То есть они говорят, да, машина очень дешевая, там 5-7 тысяч фунтов она стоит. Ну, вот, посмотрите, русские сделали очередной там шедевр 30-40 летней давности. Такой пиар там есть, его можно менять и нужно менять, если бы там был рынок для наших машин. Но там рынка нет. Все, что мы продаем на экспорт, сводится к какой-то помощи политической, в те страны, где просто там, как бы на Кубу машины отвезут, 5 тысяч, потому что у нас снова дружба с Кубой. Соответственно, вот они так продают. Наверное, в Венесуэлу сейчас еще продают. Да, да, совершенно верно. У нас есть телезритель на проводе. Добрый вечер, давайте послушаем ваше мнение. Что вы считаете, как вот надо действовать автоваза в этих условиях? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я сволок до вас беспокою. Хотелось бы поблагодарить вас за передачку такую замечательную и задать вопрос. Можно не по автовазу? Давайте спрашивайте, конечно. Вы дозвонились, ваше право. Спрашивайте. Значит, я хотел бы поинтересоваться, как часто теперь будут обновляться модели различных машин в связи с кризисом наступившим. И вот еще вопрос к этому уже. Являюсь счастливым обладателем парада, в этом восьмом году взял. Вот есть ли у уважаемых экспертов какая-нибудь информация по поводу следующего поколения? Спасибо большое вам за вопрос. Ну, кстати, по поводу смены поколений мы можем тему эту неполно раскрывать, потому что уже через неделю у нас будут свежие данные, свежие люди с Женевского автосалона. Мы узнаем вообще, что там произошло, кто отложил премьеры, кто наоборот поспешил что-то новенькое выдвинуть. И будет уже информация о том, что появится в ближайшее время. Тем не менее, давайте затронем тему. Вот что сейчас, люди вкладываются в новые разработки или нет? Вот имеется в виду мировые автогиганты. У всех же долгосрочные были программы, да, по вот этим новинкам. Что сейчас, замораживают проекты или все-таки стараются побыстрее выпустить даже там в сыром каком-то виде, лишь бы машина была новой и как-то ее вот продать? Нет, я думаю, что те разработки, которые велись, они и ведутся. Просто, опять же, ракурс сейчас сильно поменяется. Если раньше мы говорили о каких-то, может быть, кроссоверах, которые выпустили в последнее время абсолютно все, европейцы этот сегмент проиграли японцам. И в прошлом году вышли практически все в этот сегмент. Пежо, Citroёn, Renault, ну, собственно говоря, все. Вот сейчас Шкоды догоняют, по-моему, будут у них едти наконец-то. Я думаю, что этот сегмент в ближайшее время, наверное, все-таки будет тоже пересмотрен, потому что сейчас нужно делать бюджетные машины. Если мы говорим о России, да. В Европе такая же ситуация, просто нужно понизить, собственно говоря, тоже стоимость, потому что доходы там тоже у населения падают. Те компании, которые оперативно смогут переориентироваться и скорректировать свои планы, в том числе и разработки, приостановить, заморозить, либо ускорить как раз выпуск вот той продукции, которая сейчас нужна. Потому что уже не секрет, что все говорят о том, что, ну, это затяжной кризис, который в автомобильной промышленности, вот Михаил только что сказал, некоторые страны возвращаются к 80-м годам по уровню продаж. Мы-то возвращаемся в 5-й и в 6-й, у нас небольшие еще цифры были по рынку. А Штаты, там, Япония, наверное, все же тоже, Европа, они откатываются на десятилетия назад, и это действительно очень большая проблема. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, нужно смотреть на спрос, а спрос будет в бюджетной сфере. Те новинки, которые были, наверное, объявлены на этот год, вне всякого сомнения, они будут выходить. Что касается Прада, поздравляем вас, очень хороший автомобиль, уверен, что Павел, наверное, сможет ответить, как только появится информация на канале Автоплюс. Тойота очень закрытый концерн, они держат в секрете не то, что от средств массовой информации, когда смена модельного ряда произойдет, а, наверное, даже от своих сотрудников. По крайней мере, их сотрудники очень защищают вот эту информацию, строго конфиденциальную. Наверное, это правильно, потому что, опять же, чтобы не было падения искусственного спроса, обусловленный переходом года, они продают все машины до последнего. И единственным косвенным признаком того, что Тойота меняет модельный ряд, является как раз не предложение автомобилей, например, Тойота RAV4. Когда кузов менялся, российские дилеры примерно 2-3 месяца заявки не принимали на Тойоту RAV4. В принципе, не объясняя, почему, а потом раз и другой автомобиль. Поэтому, наверное, вот если на Prado прекратят заказы принимать, скорее всего, вот и будет новый кузов. 200-й вариант и Lexus, и Toyota Тойота никто не ждал именно вот в том году, когда он появился. Ждали его, честно скажу, на год раньше. Ну, в общем-то, такие автомобили, тем более внедорожники, они стареют в плане какой-то начинки не так быстро. И, в общем-то, сейчас мы видим такую ситуацию парадоксально, что многие, кто серьезно увлекается каким-то бездорожьем, так они, наоборот, ищут машину проверенным временем, каких-то чуть не 80-х годов, чтобы рама и дизелек там атмосферный. В общем, какую-то такую специфику. В общем-то, машина еще долгое время будет современной, на плаву, и, в общем-то, так, чтобы ее прям оперативно менять или ждать что-то новое, наверное, в этом необходимости нет. Вот про смену забыли сказать. Хороший был вопрос, как раз будут ли с учетом кризиса менять более часто или, наоборот, менее часто. Я предполагаю, что, скорее всего, менее. Как и потребление упадет там и сдвинет сроки там с годичной, двухгодичной в США замены автомобиля. Три-четыре года – это европейский уровень. Последнее время новые иномарки и у нас в стране к этому уровню подходили. Заканчивается гарантия, заканчивается кредит, человек сдает этот автомобиль в трейд-ин, либо сам продает и покупает новый автомобиль. Я думаю, что сейчас большая часть населения будет ездить на этих машинах, а они позволят это сделать там и 4, и 5, и 6 лет. Соответственно, они в меньшей степени будут покупать там вновь появившиеся машины. Понятно. Да и деньги тоже. Да-да-да. Просто деньги на разработку новой платформы, например. То есть даже рестайлинговые автомобили – это деньги. И с учетом текущей ситуации их достаточно сложно привлечь, потому что вряд ли стоит надеяться, что эти компании, автоконцерны, смогут финансировать свои разработки за счет продаж автомобилей просто потому, что продажи падают. Вопрос, они отобьются потом этими разработками или нет? Тем более непонятно. Поэтому, безусловно, они будут сейчас скорректировать свои планы. Я согласен с Олегом. Но то, что был запланирован этот год, это же было вложено на деньги, уже организовано производство, это будет произведено. Что касается дальше, 2010-2011 года, я думаю, что все решится по итогам этого года и покажут себе продажи автомобилей. Понятно. А у нас еще один звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут… Здравствуйте. 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 приобрести машину, есть возможность нам признать из Германии Геленвайя на квадрат, ну вы поняли, Морседеса, или взять новую Q7 4.2 дизель, посоветуйте, пожалуйста, я просто боимся, что ну, как лучше, нравится нам квадратный. Скажите, пожалуйста, не боитесь пошлин новых, высоких, все-таки в копеечку. Мы трехлетнего хотим, трехлетнего. И чем отличаются американец от европейца, Морседеса, подскажите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам за вопрос, ну, очень такой разбег большой, потому что, с одной стороны, действительно, Геленвайя такой жесткий внедорожник, совершенно такой бескомпромиссный, можно сказать, да, с другой стороны, Q7, который плывет, как седан, по любым неровностям, в общем-то, тут диаметрально противоположные вещи, Олег, не так ли? По философии совершенно соглашусь, разные автомобили, Геленвайя, это 30 лет ему в этом году, настоящий военный автомобиль, то есть, в принципе, это даже как бы не автомобиль, а какая-то там боевая машина, абсолютно точно, очень комфортный на бездорожье. Не знаю, лендроверы, наверное, еще такой комфорт дают на бездорожье, как дает Гелендваген. 120-130 по трассе, допустим, где это разрешено, уже дальше некомфортно, не из-за того, что он какой-то неустойчивый, просто на этом автомобиле скорость ощущается достаточно ощутимо. Q7 полная противоположность. Я бы не стал, наверное, эксплуатировать этот автомобиль в такой мере, как вот Гелендваген на трассах, которые там не асфальт и не какая-то дорога к даче, а рыбалка, охота, куда нужно съехать. И второй вариант, гораздо более комфортабельный лайнер на скоростных дорогах и с точки зрения управляемости, наверное, и с точки зрения приспособленности как раз для, допустим, там семейного какого-то отдыха, потому что сделано там все как раз не для военных, а для людей, потому что в Гелендвагене, если вы попробуете закрыть или открыть дверь, это достаточно сложная процедура, требующая усилий определенных, там достаточно серьезные замки стоят, потому что эта машина реально проектировалась для армии. А вот Q7 он другой. То есть если вы для отдыха, то я бы, наверное, остановился на Q7. А если вот вам действительно для охоты, но не хочется покупать УАЗ, потому что непонятно, доедете вы до места назначения или не доедете, хотя на самом деле по ходовым характеристикам машина очень хороша в этих аспектах, то, наверное, Гелендваген, если позволяют средства, можно. Но я бы не поехал. Вы знаете, для охоты, вот Игнать Гелик из Германии за такие деньги, может быть, пяток УАЗов, один застрянет, еще один купит. Павел, я согласен. Ну, то есть как-то вот так. С другой стороны, вот философия автомобиля, если возьмем Гелендваген, ну кто у нас ездит? Это либо, грубо говоря, братва, либо охрана, да? Почему предпочитают автомобили? Вытащит, во-первых, подставится можно, если что, там много железа, прикрыть там руководство в другом автомобиле, да? Ку-7 более цивилизованный автомобиль, да? Там совершенно другая начинка. Совершенно другая начинка, абсолютно диаметрально противоположная, все более современное. Да, снаружи пластиковые объекты, которые пострадают на серьезном бездорожье, но и силовой эгрегат дизеля замечательный, гораздо лучше, чем бензин по моменту, и, в общем-то, по разгону не сильно проигрывает. В общем-то, сложный выбор, тут надо прислать, наверное, вот от именно цели и задачи человека. А что касается разницы геленвагенов американских и европейских, ну я думаю, что в Америке просто трудный дизель будет найти. То есть, геленваген, все-таки такой внедорожник должен быть дизельный, потому что с бензином там будет, в общем-то, большая проблема, очень много будет кушать. Даже какие-то версии АМГ, это просто десятки литров, 50, может быть. У нас как-то был тест АМГ-55, геленваген, собственно, даже Андрей Леонтьев участвовал в драг-рейсинге на этом автомобиле, там какие-то, боюсь соврать, то ли 6 секунд до сотни, то ли 7, но расход, это сзади должен ехать за вами бензовоз, тогда у вас все будет в порядке, с хорошим бензином. Ну, 5-литровый, даже не АМГшный, в щадящем режиме очень-очень, не перекручивать, там, допустим, обороты больше трех, все делать очень плавно. Москва, это 25 литров точно, совершенно. Это если, как бы, вот там ничего активного не делать с автомобилем. Поэтому, конечно же, дизельный вариант. Понятно. У нас еще один вопрос. Добрый вечер, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Николай, я из Москвы. Как вы могли бы характеризовать автомобиль Cadillac BLS, и какие его поставки в Россию? Давайте попробуем. Cadillac BLS интересный автомобиль, бренд не очень интересный на российском рынке, к сожалению, или к счастью, не знаю. Cadillac, вот, в сравнении с Chrysler, наверное, бренд, который будет жить, по крайней мере, американское правительство сделает все для него. Соответственно, и в России он будет присутствовать. Я считаю, недооцененный автомобиль именно по причине того, что, ну, как-то вот не очень у нас идут в стране в нормальных объемах автомобили американского производства. Это все-таки нишевый и штучный товар. Бренд Cadillac для Америки это, по сути дела, массовый бренд. Это икона такая, в общем-то. Да, и достаточно доступный, в общем-то. То есть, есть у них машинки и дорогие, а есть и доступные. К сожалению, таможенные пошлины не делают эти автомобили на российском рынке вот именно с такими преимуществами. Поэтому получите удовольствие от этого автомобиля, как и любого американского. Сложность будет с продажей, опять же. У нас буквально осталось пять минут. Давайте ответим на вопрос наших телезрителей. Ну, кстати, вот приходит, уже сразу пришла Емарка, говорит, что БЛА все-таки европейский больше автомобиль, чем американский именно этот Cadillac. Поэтому, наверное, ситуация несколько будет другая. Хотя, в принципе, если мы говорим в целом о бренде, да, и, в общем-то, об этих моторах. Давайте ответим на вопросы. Вот. Краснодарский край. Вопрос по поводу, будет ли продаваться Golf 6 в комплектации GTI на российском рынке или R32. Вот. И также спрашивают про трехдверную Audi. Вот, к сожалению, модель не указана. Тоже с мотором мощностью 265 лошадей. Будут ли эти автомобили продаваться на российском рынке? Если да, то когда? Вот вопрос по таким заряженным машинам. Сейчас кто-то в условиях кризиса будет возить такие машины или же все-таки поставщики решают от них отказаться. Потому что растаможка таких машин, это будут совершенно безумные какие-то деньги. Ну, это нишевые машины, которые клиента, наверное, всегда сохранят. Правда, не в тех объемах. R8, например, которые появились там год назад, на них квота была ограничена, по-моему, 50 машинами на первый год. Все продали. И в этом году продажи были неплохие. А осенью все остановилось. Потому что понятно, что машина там за 175 тысяч, 200 тысяч, наверное, в такие вот финансовые ситуации не очень актуально. Тоже касается заряженных машин. Их будут возить, продавать, предлагать. Под заказ, пожалуйста. Я тоже думаю, потому что такие машины, вряд ли они полностью выкупаются дилером, например, да. Они стоят на кладу, ждут своего покупателя. Безусловно, это идет сначала покупатель. Он говорит, я хочу купить такой автомобиль. Он говорит, окей, ждите там 8 месяцев. Ну, предоплата с ним нормально возьмут, наверное, чтобы не рисковать своим деньгами. Да, безусловно. То есть, ну, и, безусловно, я думаю, если будет покупатель, если будет спрос здесь, я думаю, что их будут сюда поставлять. Но как не массово, как вот Олег сказал, безусловно, сохранят код, скорее всего, даже будут ниже, потому что спрос сократится на подобные автомобили. Но в то же время, я думаю, что если клиент захочет, я думаю, что такой автомобиль ему дилер привезет. Из Средловской области нам предлагают предложение. Почему бы дилерам не менять вазы на марке? Я бы рискнул, но на выгодных условиях. Ну, оставим без комментариев, потому что действительно так, фантазия смелая. Их некуда потом будет девать. Их некуда потом будет девать, действительно. Что вы думаете о китайском автопроме Ростовской области? А что с китайцами? Вот они-то оказались в такой ситуации. Вроде бы раньше они конкурируют с нашими автомобилями, но теперь-то возить их так же невыгодно, как и все остальные иностранные автомобили. Что будет с китайскими брендами на нашем рынке? Что происходит уже сейчас? Я думаю, что им будет достаточно тяжело, потому что если посмотреть на большинство компаний, которые, ну, мировые концерны, да, в принципе, у каждого здесь практически есть собственное производство, да, или оно находится в стадии строительства, как например, Peugeot, Strain, Mitsubishi. Что касается китайцев, им не дали добро на строительство завода, который работал бы здесь в режиме промсборки. Безусловно, он попадает под новые пошлины. И в том числе как раз были введены пошлины на готовый кузов, как некоторые у нас китайцы собирали здесь. Поэтому я думаю, что если основное преимущество этих автомобилей было как раз их дешевизна, они могли конкурировать с российскими автомобилями, то я думаю, что сейчас, номер один, из-за повышения пошлины стоимость этого автомобиля вырастет, и номер два, просто не будет достаточного количества дилеров, которые смогут продавать эти автомобили. Просто им не на что будет эти автомобили покупать, не на что будет расширять свои площади, свои дилерские центры. И безусловно, то есть как раз лимитированность точек продаж этих автомобилей скажет и, наверное, сыграет ключевую роль в будущем продаж китайских автомобилей, по крайней мере, на ближайшие 2-3 года в России. То есть мы на ближайшее время как-то избавляемся от китайских автомобилей, и, в общем-то, стоит уже присматриваться либо к отечественному продукту, либо к иномаркам. У нас буквально несколько секунд до конца программы. Я напомню, что сегодня мы обсуждали автомобильный рынок, в гостях были хорошо известны вам люди, эксперты Олег Доскиф и Михаил Пак. Ну что, встретимся через пару недель, будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему. Дорогие зрители, будьте осторожны при выборе автомобилей, общайтесь с нами, общайтесь с другими специалистами, подходите к своему выбору осознанно, и тогда вы не прогорите. Что ж, всем удачи на дорогах и на автомобильном рынке. Это была программа «Попутчик». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok